Какой-нибудь инвестиционный консультант. Я, может быть, сейчас вам бы по видеоконференции с каких-нибудь островом рассказывал о рынке инвестиций. С офшором. С офшором. Да. Поэтому, ну, я считаю, хороший логин. Инвестиционный консультант помогает, видимо, гороскоп с вами. Водит, пожалуйста. Ну, можно, конечно, умение там... А, хотя, почему умение романтично такое? Усталок, проводник. Тоже. Но для этого надо самому подняться на этот уровень и опять возвращаясь к этому заданному вопросу, если вы сами не инвестируете, всталок первым вы не будете. И обрести свободу никому не поможет. Есть еще вопрос по свободе? Вопрос есть и гай. Для ответа. Ну, хорошо, тогда, наверное, на ту часть, которая называется введением, а мы закончим. Значит, я еще раз резюмирую некоторые вещи, связанные именно с должностью инвестиционный консультант, финансовый консультант. Еще раз повторю, что пока в нашей стране это не законено как-то, да, название чё-то, хотя у нас уже в стране появились ассоциации независимых финансовых посылок. Как правило, это люди, которые уже поработали в каких-то инвестиционных домах, как правило, это не как правило, это однозначные люди, которые сами инвестируют, просто это такой способ еще дополнительный зарплаты, да, то есть сейчас если мы залезли в интернет, много бывает ссылок на независимых консультант, финансовый консультант. Я очень много разных притывался, но пока эта деятельность не рекоментирована. В рамках данного курса вас познакомят с регулированием инвестиционных консультантов, финансовых советников на зверых рынках, на МОСНЕ, никак не регламентируемый сейчас. Это позиция, которая, я думаю, будет только набирать сторонников, желающих. Я готовлюсь к этому выступлению, я, кстати, наткнулся на одну такую характеристику. Это некий сайт, в котором я даже не помню, что там, я помню, что в этом сайте много раз рассказывается про разные позиции вакансии. Это не связано с работой группом и тому подобное, это совсем про другое. Нет, 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 это совсем про другое. Сайт просто там в том числе еще концентрирует по многим вещам. В том числе я наткнулся на разбор того, какие позиции на инвестиционном рынке, сколько стоят и сколько они востребуют. Я хочу сейчас это найти. Там есть характеристика, как раз инвестиционный консультант, рассказывает, про нее кто-то из ренессанс-петалов. Это не просто зарплата, когда они начинаются. А, да, здесь позиция инвестиционный консультант. Но здесь зарплата приведена от, наверное, все-таки больше от мирового опыта, да, то есть зарплата инвестиционного консультанта в рамках мира от 200 до 300 долларов и цифры позиции 70%. Значит, это вот то, что в мире, то, что у нас в России. Вот здесь пишут так, почему причинный спрос? Количество людей, заработавших немалые деньги за последние 15 лет взрастает, а времени на управление собственным капиталом нет, а еще нет знаний, которые требуются в минерусе. Профессия довольно молода, спрос на профессионалов колоссальный. Рабочий процесс. Основная роль инвестиционного консультанта освоится к правильному определению так называемого риска, риск-профиля клиента, его аппетит и криск. В зависимости от этого он дает рекомендации. Какая характеристика которую дает интернет? 16 тысяч есть цены. Здесь есть еще все, что я вам так долго рассказывал в одной фразе. В зависимости от того, он дает рекомендации. Допустим, давай, Михалыч, вкладывай в монорельс. Эта шляпа моря собирается купить. Три стоимости. За полгода сроким 60%. Это я вам то, что вольфор как раз про финансовый совет. Вот, наверное, это бюджет. Для чего я это прочитал? Еще раз подчеркнуть, что для нашей страны это явление достаточно новое, перспективное. Спрос будет расти и предназначен. Здесь неважно, плюсы и минусы работы в инвестиционном консультантном в каком-то брокерском доме или независимом. Каждый решает сам для себя. Конечно, для людей, для инвестеров может возникнуть вопрос, зачем мне иметь дело с инвестиционным консультантом, который там работает в момент в этой серии. Он будет все делать для того, чтобы не любой ценой продавать правду и производить. Ну, в точности не имеют право не существовать. Но мне кажется, все зависит от личности инвестиционного консультанта. Если он действительно понимает суть профессии, мне важно, с кем он работает. Вообще, рынок ценных бумаг это рынок, на котором очень многие вещи делаются на доверие. Часто на нашем рынке произносятся такие слова «Мне важно, в какой компании ты работаешь, я сделку скучаю с тобой». Я вам расскажу, что когда я пришел на этот рынок в самом самом начале, когда он был абсолютно дикий и вообще никем и ничем не управлялся и полностью был на наличных расчетах, у нас сразу был в этом кодекс чести. Помогли друг другу передавать миллионы рублей и не пересчитывая. Если я потом приходил до мной и находил, чтобы какой-то пачек не хватать, сколько-то денег, мне без проблем их отдавали. Это некий кодекс чести, который да, на всех финансовых рынках, на фондовом рынке. Это не значит, что это абсолют и все. Конечно, обман, очень, конечно, много всевозможных процессов, но это есть, опять же, но еще финансы это та область, в которой, если вы один раз проколорились, больше вам не дали. Репетиционный консультант должен понимать эту свою работу. Соответственно, когда мы даем какие-то рекомендации, они должны быть выстрелены. Понимаете? Я могу ошибаться, но человек должен чувствовать, что это ошибка, что мы вместе ошиблись, что я отвечаю за эту ошибку, что я переживаю ошибку, не просто театрализованно переживаю, я реально ошибаюсь, любой имеет право на ошибку, но я очень старался. Старался я, даже не то, что старался, как это правильно сказать, даже не знаю, я не как сторонний наблюдатель сопереживаю. Я сопереживаюсь с вами, как наше исправление. инвестиционный консультант находится всегда на стороне клиентов. Это я к тому, что неважно, работаете вы в компании или вы работаете как независимый инвестиционный консультант, сама позиция инвестиционного консультанта не позволяет вам быть не с ним по отношению к клиентам. Клиентам есть дело не с компанией, клиентам есть дело с вами. Клиент это ваш капитал. Хорошо, когда вы работаете у меня и я с этого капитала что-то получаю, но у вас никогда не будет клиентов, если вы не будете к ним относиться к своему капиталу. Поэтому клиент всегда имеет дело с вами. Поэтому за свои слова общать друг долгой. Никакая компания за ваши слова не ответит. При этом дело только с вами. И с делом он выключает только с вами. Это основной принцип, который должен быть у инвестиционного консультанта, и которым он должен быть в каосове. Тогда не возникает вопроса лучше работать в компании или быть независимым. Да как в год. Если у вас клиенты они у вас и в компании ушли в другую компанию и они будут за вами. Только тогда инвестиционный консультант будет по-настоящему инвестиционным консультантом, тогда большинство клиентов с ним заехал и уйдут за ним на происшествии. Это основное чем на руководство работе. Тогда вы будете свой тайм-менеджмент правильно определять и учиться будете. Все же с этим связано. Если вопросов нет, мы, наверное, закончим эту часть. По поводу критических вещей можно говорить речи. Сейчас я расскажу, что вы разрешили славку. Я частью из вас не раздал сами назад, и вас. Я продавал для всех которые прошу вас разобрать сами назад, и я прошу вас и можете услышать. Первое это периодическая и наузовая регулирование в рецепт кандидата в мире. И дальше уже в